Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и мы продолжаем с вами карьеру за тренера FIFA 23. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе. Буду рад от всех там увидеть. Ситуация у нас такова. За 7 матчей английской премьер-лиги, 3 победы, 1 ничья и 3 поражения. Идем в середине турнира на таблице, занимаем 10 место, и сейчас у нас игра против, казалось бы, аутсайдера. Действительно, стартовых матчей против Улверхэмптона идут на 18 месте, 5 очков у них в активе. Ну и также давайте посмотрим, какие матчи нам сегодня предстоит сыграть. Вызная игра против Улверхэмптона, домашняя против Ливерпуля. Так что вот у нас ливерпульское дерби сегодня. Ну и также играем мы в кубки против Фулхэма. И также давайте сегодня попробуем 4 выпуска отыграть. 4 матча за выпуск мы играем. Так, здесь мы встречались против Кембриджа. Вот это вроде... Какой для нас был? Для нас первый? Нет. Акринг там для нас был. Первый матч. Так что уже третий для нас лично раунд. Четвертый раунд в кубке Карабао. Играем против Улверхэма. Ну и также отыграем ответную игру. Можно так сказать, правда, здесь в чемпионате, но также на выезде. Поэтому посмотрим. По хронометражу мне интересно будет посмотреть, сколько будет занимать 4 матча. Ну что же, играем хоть и против аутсайдера. Играть будем все же основным составом. Давайте посмотрим на игроков. Может быть кто-то там повысился у нас более-менее. Ну вот и воби, и таунсент одинакового рейтинга стали. И вроде как больше нет у нас изменений. Поэтому мы отыграем таким самым. Ну и будем дальше, естественно, продолжать также играть яркими моментами. Мне понравилось, интересно. Поэтому состав в наших кранах. Поехали. Ну что же, Уолверхэмптон против Эвертона. Малинеюк Стадиум. Восьмой тур английской премьер-лиги. Начинаем. Так, ну и сразу же Эвертон атакует уже на четвертой минуте. Замечательно. Так тут это буквально выход 1 на 1 сейчас Марсиаль может реализовать. Марсиаль. Неплохо. И пробить бы. И Марсиаль забивает. Отлично. 1-0. Вот и Марсиаль у нас разобивался именно по хайлайтам. Поэтому супер. Мне кажется, это более-менее поинтереснее. И пенальти. Еще и на 16-й минуте. Так, а кто у нас? Марсиаль подходит бить. Но мы бы посмотрели бы сейчас. Кто там лучше у нас пенальтист. Ну, Марсиаль. Поэтому сейчас он может забить дубль. Давайте-ка попробуем. Почему бы и нет. И Марсиаль. Дубль. В выездной игре. Булверхэмптон пропускает два мяча от нашего французского нападающего. Ну и это его уже третий мяч в сезоне. Очень долго у нас входил в режим в наш. Антони Марсиаль. Вот сейчас вроде все нормально. Так, и здесь теперь. Атака со стороны Булверхэмптона. Нета с мячом. Против него Жустин. Так. Ну, отлично. Отпросинговали. Забрали. Потолкались. Тридцатая минута. А матч-то насыщенный. Вы посмотрите уже сколько моментов. В первые тридцать минут игры угловой. Таунсенд. На подачу. Давайте как-нибудь вот так мы попробуем. Ну и неплохо шел. Дэвсагуе через Тарковский. А давайте мы так же попробуем. И Докуре. С левой ноги 3-0. А вот это вот отлично. Громим. Уже в первом тайме. На выезде. Просто замечательно. А здесь уже второй тайм. Только начало второго тайма. 47-ая минута. Еще один момент у нас. Так. Таунсенд. Так. Аккуратненько. Пас через центр. Но здесь уже и Марсиаль. Потеря мяча. И контратака со стороны Булверхэмптона. 50-ая минута. Моментами очень насыщенный действительно матч. И дальний заброс. Я не знаю. Но там офсайт конечно был. А на этом-то все. То есть вот. 3-0. Разгромная выездная победа. Которую вот эти три мяча мы и забили. В первый тайм. Поэтому все супер. Все замечательно. Вот яркие моменты. Лишь только вот действительно наши голы. Лучшим игроком. Я не знаю. Тут можно вообще все это посмотреть или нет. Нет. Я хотел посмотреть. Тут там голы голевые. Типа нет. Тут такого нельзя. Ну в общем статистика. На ваших экранах 10-0. Для оценки у Марсиаля. У нас 8 ударов. Было владение 70 на 30. Ну и 4 момента. 3 с которых мы вот реализовали. Так. Нам пришло предложение. По Исаку Прайсу. Из команды Финн Харпс. Вот. Они хотят его взять в аренду. С правом выкупа. Ну смотрите. 19 лет. И рейтинг 50. Мне кажется. Тут можно начать переговоры. Именно с правом выкупа. Давайте попробуем. Потому что. Ну мне кажется. Ничто вот. Не выйдет из этого вот. Правда. Футболиста. Поэтому уж лучше его наверное действительно было бы продать. Чем он будет занимать у нас просто место в команде. Для какого-либо игрока. И также. Получать зарплату просто так. Поэтому да. Мы принимаем. С правом выкупа. Краткосрочно. Да. Через полгода. Будет решено. Подписывают они его или нет. По зарплате. Ну давайте 60 на 40. 50 на 50. Давайте еще. 55 на 45. Все. Здесь не согласен. Сумма тратится. 130 тысяч фунтов стерлинга. Давайте попробуем 150. Почему бы и нет. 140. Давайте. Хотя можно и 145 еще попробовать. Мне кажется. Потому что нам же за каждую копейку тут. Потом руководство высказывает. Поэтому попробуем 145. Все. За 145 тысяч фунтов стерлинга. Они согласны. Поэтому теперь ждем ответ от Исака. Так. После победы над Буллурхэмптоном мы на одну строчку лишь только поднялись. Но зато обошли арсенал. Который нас обыграл со счетом 2-1. Это еще когда мы симулировали с вами матчи. Именно по плану игры. Вот. Сейчас идем на 9 месте. И играем против лидера. Английской премьер-лиги Ливерпуля. Идут они на первом месте. Но 4 очка всего лишь разница друзья. Но. В любом случае. Мне кажется сейчас по ярким моментам. Мы будем лишь только обороняться. И там 1-2 момента у нас возможно будет лично нашего атаки. Поэтому надо будет постараться. Сейчас. Как минимум. Ну я не знаю. Очко. Здесь ничейное. Для нас будет просто. За глаза. И так. Домашняя для нас будет игра. Но давайте все-таки выпустим вместо Миколинга мы винагры. Потому что пришло сообщение от Спортинга. Что вот мы его не выпускаем. Поэтому. Посмотрим. Посмотрим. Что он из себя будет представлять. И вместо Таунсенда попробуем Ивоби. Почему бы и нет. То есть. Если их сравнить. Ивоби даже помоложе. Поэтому может быть на перспективу здесь. Мы и отыграем. Понятно что я рискую выпуская более такого низкорейтингового игрока. Нежели чем Миколинга. Но. Руководство Спортинга заинтересовано в том. Чтобы его вернуть. А нам это не выгодно. Просто потеряем игрока на половине сезона. Поэтому. Играть яркие моменты. Сейчас мы будем дальше продолжать. Эвертон против Ливерпуля. Состав Ливерпуля на ваших экранах. Видим у них из подписаний Мюллер. Но остальные вроде те же самые. Поэтому. Будем стараться. Поехали. Ливерпульское дерби. Эвертон против Ливерпуля. В рамках английской премьер лиги. Первое место играет против девятого. Но. Все же. Игроки. Мне кажется мотивированы. У обеих команд. Одинаково. Так. Ну вот естественно. Уже на шестой минуте. Ливерпуль получает возможность навесить. Правда. Начиная так со своей половины поля. Но вот надо сейчас пытаться. Обороняться. Вот он Томас Мюллер. Дукаре. Отлично. Отлично. Отлично-то оборонялись. Так. Ливерпуль проводит контратаку. Ну как я и говорил. Здесь доминирование будет стороны гостей. Так. И пошел шикарный пас. Там офсайт был. У Салах. Как-то сразу это сделали. Зато вот сейчас у нас момент. Эвертон. Сольный проход. Действительно. Марсиаль сейчас может реализовать выход 1 на 1. Надо постараться. Антони Марсиаль. Против Алисона. Удар 1-0. Что творит Марсиаль. Он забивает Ливерпуль. В очень важном матче. Поэтому замечательно. Понятно, что и Каливерт Люин не получает нужного времени. Из-за того, что вот сейчас я, так сказать, все равно принимаю участие в матчах. И забиваю за Марсиаля. Но вот в матчах с другими соперниками будем смотреть на Каливерта Люина. Так, Нунес. Ох, а здесь провалились. И забивает Нунес. Но здесь уже из-за моей ошибки сразу же буквально в следующей атаке забивает. Опа. А здесь у нас пенальти, друзья. 47-ая минута. Марсиаль забил в матч против Уолверхэмптона. Надо сейчас тоже постараться. Так. Удар и гол. Марсиаль снова забивает. И это уже пятый гол Марсиаля. За, ну, можно сказать, первые 8 игр. Хотя, естественно, он там не во всех матчах-то принимал участие. Или сколько там? 8-9 у нас уже матчей в АПЛ сыграно. Замечательно. Два забитых мяча от Эвертона в таком матче против лидера английской премьер-лиги на данный момент. Это супер. Так, и вот штрафной. А, ну вот, пятый гол в 8 играх. И забивает Мата. Это нихуан Мата. Я не знаю, что это за футболист какой-то вышел у Ливерпуля. И сравнивает счет. Ну, вот тоже обидно. Здесь могли, на самом-то деле, накрывать. Удар-то не такой опасный. И Ливерпуль выполняет угловой. 73-я минута. Пока что только лишь отыгрывается. Ливерпуль по ходу встречи. Там дважды отлично отыграл. Эвертон. Так, и вот сольный проход на 85-й минуте. Но должны зарешать Марсиали с мячом. Против нас Хюмельс. Много игроков из Бундеслиги. Ливерпуль сейчас подписал. И Мюллера, и Хюмельса. Так, Марсиаль. Ну, тут Фабиньо, понятно. Но на этом все, наверное, да. Ну, ничья, на самом деле. Как я и рассчитывал. Мы отобрали очки у лидера. Это замечательно. Марсиаль набирает отличный ход. И вот Руни. Отобрал очки у Ливерпуля. У Юргена Клопа, в том числе. Неплохо. Понятно, что это для нас домашняя игра была. И по ходу матча могли мы, действительно, если бы не где-то мои личные ошибки, даже и победить могли. Но итог на табло. Итогом я доволен. Поэтому как-то так владение даже на нашей стороне было. Мат, это, наверное, из Брюгги какой-то игрок. Или, не знаю. Может быть, слышал я про такого. 9 ударов от нас. 8 от Ливерпуля. Но вот по 2 момента от обеих команд. Эти 2 момента и стали голевыми. Итак, прайса мы сдали в аренду. Поэтому все замечательно. Уходит он в Финн Харпс. С 1 января на полгода. И также с правом выкупа. У нас сейчас кубковая игра. 1 восьмая уже получается кубка Карабао. Играем мы на выезде против Фулхэма. Посмотрим. Будем играть вторым составом. Понятно, что там с Пикфордом на воротах. Вот он, наш второй состав. Что-то у Гудфри. Тонус отрицательный, так же, как и у Беговича. Но посмотрим. Тонус, в принципе, у второго состава как-то не очень. Но вот сейчас попробуем мы поиграть за Кальверта Льюина. Почему бы и нет. Посмотрим. В принципе, вот только вместо Беговича поставив Пикфорда. А так весь второй состав у нас будет играть. Тем более у нас следующая игра в чемпионате будет тоже против Фулхэма. Поехали. 1 восьмая кубка Карабао. Либо же четвертый раунд. Кревин Коттедж. Стадион Фулхэма. И мы играем вроде как в качестве лидера сегодня. Ну, лично я себя так ставлю. И уже 17 минута Эвертон атакует. Посмотрим. Посмотрим на второй состав. Может быть, кого-нибудь выделим. И будем чаще выпускать в том же стартовом составе. Так, Дэвис. Через центр здесь Анана. Снова обратно. Так. Здесь уже и Вобби. Так, ну вот Кальверта Льюина хотелось бы пасом наградить. Наградили. Но там и перехват сразу же последовал. Будет угловой на 25-й минуте. Подает у нас и Вобби. Так, ну попробуем. Как-нибудь здесь интересно. Подай Гордон. Ну там Ляюин Кюрзава. Помешал этому удару. Встал на место голкипера. Вот. А сейчас Фулхэм уже атакует. Причем у Венисиуса сейчас будет отличный момент. Его никто не будет здесь прям сразу же встречать. Тоже Иеремина отлично. Чалаоба. Известен по выступлениям за лондонской Челси. Так, Эвертон будет быть штрафной. Тут моменты тоже у нас, знаете ли. Прямо как в матче с Луэрхэмптоном в первом тайме. Но попробуем. Давайте вот так вот попробуем подать. Его обеим. Ну, кстати, неплохо. Сейчас вот на подборе бы, да, еще бы выиграли. Может быть. А так. А так Фулхэм проводит контратаку. 31-я минута. Чисто так на вынос. Я не знаю, успеет ли сейчас Еремина. Вроде как успевает. Отлично. И мяч снова под контролем Эвертона. А теперь наша контратака. В концовке первого тайма. Гордон с мячом. Отлично. Игроком интересовалась Дортмундская Борусия. Чтобы взять его в аренду. Но в итоге в аренду уйдет другой игрок. Макнейл. И в Милан. Так, а вот и Дэвис. Ну, хороший тоже был момент. Не вышло. Так, Эвертон атакует. 68-я минута. Но здесь практически выход 1 на 1. Как мне кажется, Калиберт Льюин. Должен зарешать. И удар. Но здесь я испугался. Не увидел вообще того игрока. Последнего защитника. В итоге последние минуты. Эвертон выполняет угловой. Похоже, серия пенальти здесь снова у нас будет. Но не хотелось бы до нее довести. Потому что там чисто рулетка, фортуна. Кому как угодно. Так. Венисиус выносит. Но здесь на подборе. Хотя Таунсенд отлично на подборе. То здесь отыграл и забивает. Забивает Таунсенд на 84-й минуте. Мне казалось, все уже момент до игры. Но нет. Таунсенд до конца доиграл момент. Подкараулил. Забрал мяч. А в итоге все. Действительно. Финальный свисток. И минимальная победа в Кубке Карабао. А Фулхам-то серьезная команда. Поэтому в лиге-то сейчас предстоит нам с ними тоже отыграть. Также на выезде. Но будем играть-то, пожалуй, уже первым составом. Но. Могли до серии пенальти сейчас действительно дотянуть. По моментам владения на нашей стороне. 5 ударов. 2 момента. Таунсенд лучший игрок в матче. На втором месте идет, кстати, Пикфорд. Ну и давайте посмотрим на нашего возможного соперника в четверть финале Кубка Карабао. Либо же в пятом раунде. Ливерпуль вылетает. Лестер минимальных переиграл, кстати, на Энфилде. Эксетер-Сити прошел в Улверхэмптон. 2-1. Астанвилла прошла в Уотфорд. Ман-Сити прошли в Шеффилд-Уэнсдей. М.Ю минимально переграли в Уонсе. Арсенал переграл минимально в Кристалл-Пелос. Нотингем-Форест прошел в Нью-Кастл. Но на самом-то деле. Тут и Эксетер хотелось бы в четверть финале увидеть. И Астанвиллу, мне кажется, против Лестера будет равная борьба. Так что не сильно бы хотелось. Ну а дальше ни Сити, ни М.Ю, ни Арсенал я бы не хотел видеть своим соперникам. Нотингем можно было бы. Сообщение от Виталия Миколенко. Хотел сказать, что в прессе меня вовсе обсуждают. И я немного волнуюсь. Дайте мне шанс доказать, что я достойный играть в этой команде. Но это из-за того, что и Винагра я выпустил против Ливерпуля. И сейчас против Фулхэма. Две игры подряд он играл. Но вот сейчас Миколенко отыграет в чемпионате против Фулхэма. Посмотрим. Так, ну скажем, да. Я дам тебе шанс. Сборная США нам предлагает стать их главным тренером. Мы отклоняем. Ну что же, мы идем на восьмом месте. Потихонечку, но поднимаемся. Фулхэм на семнадцатом месте. У них семь очков. Но снова же для нас выездная игра. В Кубке Карабао сыграли с ними минимально. Ну вот. Кстати, можно же посмотреть, кто наш соперник в четвертьфинале. Кубка Карабао вроде как там уже сместили расписание. Но играем против Арсенала. Играем уже дома. Поэтому это отличный шанс взять реванш за вот это вот поражение в чемпионате, которым вот мы игол-то пропустили на последних минутах и проиграли 2-1. Ну, 1-2 точнее. Поэтому надо будет постараться. Так, ну и все. Состав на ваших кранах. Таунсен, кстати, забил. Поэтому он и сейчас будет играть в старте. Все. У них Кюрзова уставший ТТ. А у нас первый состав свеженький. Посмотрим. Не знаю, стоит ли Спенса выпустить или нет. Вместо Жустина. Не знаю. Давайте вот так вот все и оставим. Потому что сейчас только же в предыдущем матче играл второй состав. Поэтому все. Фулхэм против Эвертона. Начинаем. Итак, Фулхэм против Эвертона. Интересный матч. Получится ли у Эвертона сделать 2 победы подряд в 2-х подряд матчах против Фулхэма. Либо же у Эвертона просто вот как-то не настроился на матч в кубке. И вот сейчас в лиге они отберут очки у Эвертона, который неплохо так играет. Так, ну у нас одна только задача. Вот щелчок с закруткой. Я не знаю, получится или нет забить. Давайте посмотрим. Таунсэнд. Ну это выше ворот. К сожалению, и будет угловой. На 10-й минуте снова Таунсэнд у мяча. Автор как раз единственного забитого мяча в матче Кубка Карабао. Фулхэм против Эвертона был. И нет, прямо в руки пробивает Кин, наш центральный защитник. А вот сольный проход Венисиуса. Но тут все-таки Кин на подстраховке. Я надеюсь, получится. Но тут пас назад пошел. Челоба. Дальше на Венисиуса. Отлично, Тарковский. Так вот выпрыгнул. А вот и наш теперь сольный проход в концовке первого тайма. И снова Марсиаль. Но вот Кальверт Лювин никак себя не показал. В матче против Фулхэма в Кубке Марсиаль. Тут далеко, да, мяч уже от себя отпустил. Но подбор за Декуре, ну нет. Там уже отобрали. Второй тайм. И наша контратака. Посмотрим, что у нас здесь получится. Ну вот, даже сразу и начать контратаку не вышло. Грей. Через Антони Марсиаля. Хорошая передача на Декуре. Таунсент. Где-то там не подключается, а Декуре сам. Сам проходит. И пробить бы, наверное, стоило самому. А почему-то дальше-то не дали. Доиграть моментом можно было, скорее всего. Но вот очередная контратака. Грей. Понятно. Ничего не получилось. Так. Штрафной. 61-я минута. Здесь я бы лучше бы разыграл, нежели чем просто потерять вот мяч. Давайте с Тарковски. Через Таунсенда. Так. Идриса Гуе через Марсиаля. Гуе через Декуре. И вот отличный момент для удара. И снова Галкипер выручает. Вы просто посмотрите, что он творит. Так. А здесь уже был офсайд, да? Так. Ну, а здесь, кстати, продолжается как-то так этот момент. До сих пор Гуе через Грея. Марсиаля. Марсиаля. Вот не смог перебросить. Вот мяч потерян. Что у нас будет дальше? Сольный проход. На 77-й минуте. Посмотрим сейчас, получится ли у Марсиаля переиграть Диопа. Тоже французского игрока. Игрока. И удар. И удары забивает Марсиаля. Снова Эвертон забивает. Во втором тайме ворота Фулхама. Правда, теперь не Таунсенд, а Антони Марсиаля. Так. И вот Фулхам атакует их последняя атака. Тут уже минута-то последняя идет. Поэтому надо додержать. Очки нам сейчас очень нужны. Венесиус. И сложный вот этот сильный удар. Наносил. И в итоге все. У нас сегодня беспроигрышный матч. Три победы. Одна ничья. В каждом матче мы забивали. Ребята молодцы. Три из этих побед сухие. И вот с Ливерпулем лишь пропустили два мяча. Ну и забили им два. Марсиаля игрок встречи. 69% владения мячом. 16 ударов. 4 момента. Вот единственный удар нанес Венисиус у Фулхама. Вот в концовке встречи. Их единственный был действительно удар в матче. Итак, кандидаты на звание игрока месяца в октябре в английской премьер-лиге. Кешано Роналдо, Антони Марсиаль, Ягуаспас и Эрлинг Холланд. Ну вот приятно видеть здесь Антони Марсиале. Поэтому, ну мне кажется, он может стать. Дубль забил ворота Вулверхэмптона, ворота... Сейчас бы вспомнить, ворота Ливерпуля и также победный гол ворота Эвертона в английской премьер-лиге. Ну и в сборную у нас отправляются три игрока. Пикфорд и Коади в сборную Англии. Миколенко в сборную Украины. На этом все, друзья. Мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Мы на шестом месте. Получается, ну действительно, мы сегодня ни разу не проиграли за четыре игры. Три победы, одна ничья. Ну а в следующем выпуске будем снова играть против первой строчки. На этот раз уже на первом месте идет Челси. Ну, пять очков. Всего лишь отставание у нас до первого места, но все же они есть. Поэтому, друзья, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал Футбол. Это Жид. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok